Договор о главном через два дня огонь в Донбассе должен быть прекращен. Результаты переговоров лидеров нормандской четверки в Минске и первые отклики о встрече. Но пока на мир в проглашенных республиках только надеется. Последние сообщения об обстрелах на юго-востоке Украины. Угол освещения Верховной Рады вела запрет на деятельность российских СМИ при органах госвласти на Украине. И шесть самых страшных месяцев в истории города. Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Краснодаре. В Минске закончилась встреча, которая дала надежду на восстановление мира в Донбассе. Лидеры так называемой нормандской четверки, а вместе с ними и сотни журналистов, выдержали 16-часовые переговоры, не расходились до тех пор, пока не был достигнут конкретный результат. А именно, договоренность о прекращении огня с воскресенья и об отводе тяжелых вооружений. Это стало возможным благодаря гарантиям, предоставленным Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Ландом. За встречей внимательно следил наш корреспондент Антон Дверницкий. Сейчас он выходит на прямой связь со студией. Антон, мы ждем от вас подробностей. Вы знаете, по-видимому, мы уже по инерции продолжаем работать здесь у Дворца Независимости в Минске. Позади бессонная ночь, почти 16-часовые переговоры лидеров нормандской четверки. Но если 16 часов все и журналисты, одну девушку даже госпитализировали из Дворца Независимости, и часть делегации пытались лишь слухами, то все, что происходило после 16 часов, понеслось такой лавиной. Прямо поминутная менялась информация. Сначала мы увидели всех четверых участников переговоров, уставших, но удовлетворенных. Затем к прессе подошел Владимир Путин, который сказал, что это не самая лучшая ночь в его жизни, но переговорами он удовлетворен. Это не самая лучшая ночь в моей жизни. Но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном. Кстати говоря, почему так долго шли согласования, я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Даже несмотря на то, что они не признанные, но надо исходить из реалий жизни. И если все хотят договориться на долгосрочной основе выстроить отношения, то нужно пойти на прямые контакты. Но мы работали в тех условиях, которые есть, и договорились, на мой взгляд, о многом. Первое – договорились о прекращении огня с ноля часов 15 февраля. Вторая позиция, которая, я считаю, чрезвычайно важной – это отвод тяжелых вооружений от сегодняшней линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября прошлого года, в Минских соглашениях для ополчения Донбасса. Далее комплекс вопросов, связанных с политическим урегулированием, долгосрочным политическим урегулированием. Здесь несколько позиций. Первая из них – это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса. Далее идут вопросы, связанные с решением пограничных вопросов по согласованию с ополчением Донбасса, гуманитарные вопросы, имплементация, то есть введение в действие ранее принятого закона об особом статусе этих территорий – Донецка и Луганска, ну и, наконец, целый комплекс вопросов экономического и гуманитарного характера. Исходим мы с того, что все стороны проявят сдержанность в самое ближайшее время до полного прекращения огня, хотя проблема здесь изначально заключалась в том, что представители Донецкой и Луганской народных республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тысяч человек. И они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление. Еще во время переговоров, которые продолжались всю ночь, в интернете появилась запись представителя ДНР Пушилина, где он пишет о том, что Порошенко вводит в заблуждение его же окружение, сообщая неверные данные о ситуации в Дебальцевском котле. Камнем преткновения на переговорах, похоже, стала информация о том, что лидеры Донецкой и Луганской народных республик категорически несогласны с позицией украинской стороны на переговорах об отводе войск ополченцев из Дебальцева. Надо сказать, что в Минске одновременно с переговорами нормандской четверки шли переговоры и контактные группы по урегулированию ситуации в Донбассе, куда приехали лидеры ДНР, ЛНР Захарченко и Плотницкий. По словам Путина, он призвал их и украинские войска также под Дебальцево проявлять сдержанность. Мы все-таки призываем обе стороны проявлять сдержанность и во избежание излишнего ненужного кровопролития и жертв сделать все для того, чтобы разведение войск, особо и главным образом тяжелой техники, прошло без лишнего никого ненужного кровопролития. Представители руководства Украины полагают, что окружения нет и поэтому они считают, что все пройдет достаточно спокойно. У меня изначально были сомнения, я с вами готов ими поделиться. Если действительно такое окружение имеет место, то, исходя из нормальной логики вещей, те, кто в окружении, будут предпринимать попытки из него вырваться, а те, кто находится снаружи, будут предпринимать попытки организовать коридор для выхода своих окруженных военнослужащих. Но мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручение, я готов это сделать своей стороной, нашим военным экспертам, с тем, чтобы установить, что же все-таки на самом деле происходит сейчас в реале жизни. Ну и повторю еще раз, выработать, хотя бы попытаться выработать какой-то комплекс мер верификации, принятых решений, проверки и соблюдение их с обеих сторон. Еще раз хочу призвать обе конфликтующие стороны, как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования. И как стало известно со слов российского президента, нормандская четверка выработала документ для контактной группы. Всю ночь ходили слухи, что контактная группа его отвергала, но в конце концов выяснилось, что он подписан. Что же касается нормандской четверки, то, по словам Владимира Путина, она никаких документов подписывать и не собиралась. Зато выпущено совместное заявление Путина, Меркель, Оланда и Порошенко. Один документ подписан, вот только что, только что. Этот документ подписан контактной группой Минской. Он называется «Комплекс мер, направленный на имплементацию Минских договоренностей». Ну, что-то в этом роде, да. А второй документ, он не подписной, это заявление президента Франции, президента Украины, вашего покорного слуги и канцлера Федеративной Республики Германии о том, что мы поддерживаем этот процесс. И вот какие конкретно положения, касающиеся остановки огня в Донбассе, создания буферной зоны, прописаны в документе. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с нуля часов нуля минут киевское время 15 февраля 2015 года. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров. Начать диалог о модальностях проведения местных выборов. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта. Вывод всех иностранных вооруженных формирований военной техники. Проведение конституционной реформы в Украине. Право на языковое самоопределение. Подтвердил все это и Петр Порошенко, который здесь же в Минске подошел к журналистам. Можно сказать, что главное, чего удалось достигнуть, это то, что с нуля часов 15 числа в ночь субботы на воскресенье должно быть провозглашено безусловное, без каких бы то ни было предварительных условий, всеохватывающее прекращение огня. Гарантию прекращения огня берет на себя ОБСЕ. В ближайшее время мы восстановим деятельность совместного центра по контролю за исполнением этих договоренностей. Фрунсалан, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за конструктивную позицию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что сегодня ночью все участники переговоров сделали все возможное для установления мира в Донбассе. И переговоры дают эффективное решение о прекращении огня. Но это, по словам немецкого канцлера, еще для этого многое надо сделать. Все участники переговоров уже покинули Минск. Нам остается только ждать, как будут выполняться условия достигнутых соглашений. Ну а Александр Лукашенко, на чьей территории решили переговоры, нашел себе силы даже шутить о тоннах выпитого всеми участниками кофе и сказал, что лично подносил участникам переговоров кофе и еду. И здесь Лукашенко даже стоит процитировать. Как без боеприпасов может идти война на мирном фронте? Моя задача была боеприпасы подносить вовремя. Ну а если без шуток, теперь основная задача, чтобы завершилась реальная гражданская война в Донбассе. Спасибо, Антон. О ходе результатов переговоров в Минске нам рассказал Антон Дверницкий. Итоги переговоров лидеров нормандской четверки высоко оценили. Лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий оба также находились в Минске на переговорах контактной группы с участием ОБСЕ. Эта встреча проходила параллельно. Как отметил Плотницкий, ЛНР и ДНР прислушались к мнению России, ФРГ и Франции и изменили свою позицию по ряду вопросов. Вместе с тем, как подчеркнул Захарченко, если Киев нарушит договоренности, новых меморандумов, как он выразился, не будет. Этот шанс дается Украине для того, чтобы поменять конституцию, о чем, кстати, сказано в этих документах, изменить свои отношения. Это на сегодняшний день действительно мы считаем, что это большое достижение ЛНР, ДНР, для того, чтобы Украина поменялась, поменялась цивилизованным путем, мирным путем. Вся ответственность за любой срыв или неисполнение каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевича и Порошенко. Все футы, это требует дополнительных согласований, переговоры еще идут. Другой участник в переговорах контактной группы, экс-президент Украины Леонид Кучма, квалифицирует достигнутые в Минске соглашения как прорыв. Он особо отметил договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и выводе иностранных войск и оружия с территории Украины. Цитата. Это говорит о том, что здравый смысл начал побеждать. Продолжение следует...